С главными событиями к этому часу в студии телеканала «Север» Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем. Приближаются новогодние каникулы. О том, как будут работать АТП, городские бани, взрослые детской поликлиники в эти дни, а также 26 и 31 декабря, расскажем сегодня. Работы по обустройству зимних дорог начаты, но ситуация усугубляется малым количеством снега. В этом году снежный покров в три раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Школьные вертолеты поднимаются в небо четыре раза в год, на летних и зимних каникулах. 200 школьников из отдаленных населенных пунктов округа, обучающихся в окружной столице, встретят Новый год в кругу семьи. Модные прически, мамина косметика, макияж. В Ненецком округе прошел конкурс «Маленькая мисс нау-2020». Зимником быть. В Ненецком округе продолжаются работы по обустройству временных ледовых трасс. Речь идет о двух временных сезонных дорогах. Наринмар-Усинск протяженностью почти 55 километров и Наринмар-Тельвиска. Тему продолжит Ольга Русул. Работы по обустройству зимников начаты, но ситуация усугубляется малым количеством снега. В этом году снежный покров в три раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Тем не менее, распоряжение профильного департамента о выезде в тундровую зону подписано 20 декабря. Сейчас на строительстве основного зимника Наринмар-Усинск работает семь единиц техники. «Осуществляется заготовка снега, засыпка ручьев глубоких снегом, проминка трассы и вешкование. Срок установлен контрактом 30 дней». Между тем, переправы в районе села Усть-Уса планируют открыть уже 31 декабря, пока с ограничениями в 5 тонн. За обслуживание этого участка отвечает подрядная организация «Темп-дорстрой». Сейчас продолжается искусственное намораживание ледовой переправы в районе села Усть-Уса. Работы ведутся в две смены. Используется 10 мотопомп. «В ту пятницу, еще неделю назад, 100 метров, еще была открытая вода. Там еще не вставала печура. Она в пятницу начала вставать и с пятницу на субботу встала только. Планируем мы на 31 декабря открыть 5 тонн. Значит, на 10 декабря, то есть января, там уже будет полная нагрузка». Толщина льда в печуре в эти дни составляет от 60 сантиметров до 10 в самом тонком месте. Данный участок зимника открывает путь на большую землю жителям и предпринимателям Ненецкого округа. Ледовой переправой они смогут воспользоваться после открытия зимника на Ренмар-Усинск. Скорейшему открытию зимников должна способствовать погода. Но пока прогнозы неутешительные. «До конца недели у нас примерно будет ветер восточных, юго-восточных направлений. Температура воздуха будет от где-то порядка минус 27 до минус 32 градусов. Ветер будет 8 метров, порывами до аж 15-18 метров. Это вот на ближайшие несколько дней, ну буквально на три дня». Впрочем, ждать снегопадов в январе тоже не стоит. Согласно долговременного прогноза, погода в первый месяц нового года будет теплее декабрьской, но такой же малоснежной. «Температура будет примерно от… в первой декаде, вот можно посмотреть, да, что в первой декаде будет от минус 12 до минус 17, и во второй декаде минус 8, минус 14 градусов. То есть будет значительно теплее, чем сейчас, будут небольшие осадки в виде снега, облачно». Напомним, что завершить строительство зимника Нарьинмар-Усинск планируется во второй половине января. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Школьники из отдаленных уголков Ненинского округа, но обучающиеся в Нарьинмаре, смогут встретить Новый год в кругу семьи. Более 200 ребят отвезут на зимние каникулы вертолетами. Доставить всех детей по домам планируется до 30 декабря. Обратно же в город доставлять школьников начнут с 10 января следующего года. Первые вертолеты уже перевезли детей Варны, Каратай, Кусть, Каруха и Верха, Руту и Бугрино. Следующие борты отправятся в Шойну, Кию, Чижу, Несь, Ому, Снопу, Нижнюю Пешу, Вучейске и Индигу. Также школьные вертолеты отвезут ребят к очующим родителям в тундру. Добавлю, школьные вертолеты поднимаются в небо четыре раза в год на летних и зимних каникулах. Ежегодно из окружного бюджета выделяется порядка 25 миллионов рублей на организацию перелетов обучающихся к местам проживания и обратно. Заявление на новогоднюю детскую выплату можно подать до 1 апреля. Напомню, единовременную помощь в размере 5000 рублей получат семьи с детьми, рожденными с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года. Об этом на пресс-конференции 17 декабря объявил Владимир Путин. Выплата не облагается налогом и не влияет на назначение других мер социальной поддержки. Большинство родителей выплату получили автоматически. Это те семьи, которые получали летние коронавирусные пособия на детей от 3 до 16 лет. Подать заявление в отделение пенсионного фонда нужно в том случае, если ребенок родился после 1 июля текущего года. Семья не получала летние выплаты или данные. Расчетного счета, указанного ранее, были изменены. Дети, которые родились у нас после 18 декабря 2020 года, также будут иметь право на эту выплату. Дети, рожденные после 17 декабря до 1 апреля 2021 года. По 31 марта включительно. Из документов понадобится паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка и реквизиции лицевого счета. Кроме того, подать заявление можно на портале госуслуг. В субботу, 26 декабря, автобусы Нарьинмарского автотранспортного предприятия будут осуществлять перевозки по расписанию будних дней. 31 декабря по расписанию выходных. О том, в каком режиме будут работать АТП, городские бани, взрослая и детская поликлиника в новогодние праздники, расскажет Александра Литкова. 31 декабря все городские бани будут работать согласно расписанию. В прачечной комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию этот день будет выходным. Воспользоваться услугами прачечной можно будет с 12 января. 1-го, 2-го все бани будут выходной. 3-го числа начинает баня работать номер 3, а 4-го начинают остальные бани работать. Это 1-я, 2-я и 4-я. Ну а далее по расписанию с учетом выходных дней. Посмотреть график работы бань и прачечной можно на сайте учреждения в разделе информации. В связи с тем, что 26 декабря объявлен рабочим днем, Нарьенмарское автотранспортное предприятие изменило график пассажирских перевозок. 26 декабря движение автобусов будет как в будни, расписание движения автобусов будет по будничным днем, а 31 декабря, так как он выходной, соответственно, расписание выходного дня. У нас запланированы рейсы ночные на новогоднюю ночь и рождественскую ночь. Расписание движения автобусов можно посмотреть на нашей страничке ВКонтакте или на официальном сайте. Движение автобусов с 1 по 11 января будет осуществляться согласно расписанию. Кроме того, с 1 января повысится стоимость проезда на муниципальных маршрутах номер 2, 4, 4А, 6, 7 и 8 с 38 до 40 рублей. Льготный проезд остается прежним. Что касается работы взрослой поликлиники, то 31 декабря будет рабочим днем. 4 и 8 января два терапевта будут принимать вызовы на дом. В остальные праздничные дни также два врача будут наблюдать за пациентами с ковидом. По поводу ковидных пациентов. С 1 по 10 у нас будет два дежурных доктора, которые будут осуществлять аудиоконтроль, то есть обзванивать пациентов по мере необходимости. И пациентов, у которых состояние средней степени тяжести возможно, будут совершать выезд на дом, если это будет необходимо. 4 и 8 они также будут работать в эти дежурные дни, осмотреть тех пациентов, которым это нужно. Детская поликлиника также будет работать 4 и 8 января. Здесь будет организован прием двух участковых педиатров с 9 до 14 часов. Наблюдение за пациентами, у которых выявлена коронавирусная инфекция, и которые наблюдаются в учреждении, будет осуществляться дежурными педиатрами 1, 2, 5, 6, 7 и 9 января с 9 до 12 часов. При необходимости врача можно вызвать на дом. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Нарьинмар может стать народной новогодней столицей. Для этого всем жителям региона необходимо разместить в своих социальных сетях фотографии или видео о нашем заполярном городе. Наталья Дуркина продолжит тему. Галина Дерягина давно планировала провести Новый год в кругу своих подруг по ВУЗу. Но каждый раз девушки не могли встретиться. И вот теперь Галина взяла всё в свои руки и решила показать подругам красоты северного Нарьинмара. И они всё это время хотели, мечтали просто побывать на Крайнем Севере. Я говорю, если не сейчас, то когда. Они на самом деле путешественницы, они много где уже бывали. И в этот раз они приезжают к нам. Галина решила присоединиться к акции «Народная новогодняя столица». На своей страничке в социальной сети разместила видео о том, как добиралась до стойбище оленеводов. Мы надеемся, что таким образом жители страны узнают больше о том, как празднуется замечательный праздник во всех регионах. Сейчас уже приняло участие более 150 городов. Мы надеемся, что этот конкурс придаст ещё больше новогоднего позитивного настроения жителям нашей страны. «Народная новогодняя столица» — это всероссийская акция проектов «Мастера гостеприимства» и топ-блог платформы «Россия. Страна возможностей». Старт был дан ещё в середине декабря. На официальном сайте «Мастера гостеприимства» можно в реальном времени посмотреть активность каждого региона. Доверить рассказ о России самим россиянам. Мы попросили жителей страны рассказать о том, как празднуется Новый год в их регионе. Попросили рассказать и разместить в социальных сетях с одним хэштегом. Хэштег «Встречай Новый год с моим городом», «Встречай Новый год с Москвой», «Встречай Новый год с Петербургом». Фото или видео необходимо разместить в своих социальных сетях с призывом «Встречай Новый год с Наринмаром», рассказать о красотах нашей северной столицы и поставить хэштеги «Новый год в России. Мастера гостеприимства. Мы вместе. Наринмар». Участие в такой акции позволит всем тем жителям нашего города, которые примут участие, рассказать своим подписчикам о нашем городе. Те люди, соответственно, в социальных сетях увидят и, может быть, решат приехать в Наринмар. Ведь у нас больше всего снега, самое яркое северное сияние, самые суровые морозы и много-много других атрибутов Нового года. «Город-победитель» получит специальные подарки от проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Это не только блок-тур, но и съемки уникального тревел-шоу о Народной новогодней столице. «Я хотел бы, чтобы все жители нашего региона, нашего города присоединились к этой акции, рассказали в своих социальных сетях о нашем прекрасном регионе, о нашем снежном регионе, который прекрасно подходит для новогоднего отдыха. И чтобы наш регион вошел, ну, если не победил, то как минимум вошел в топ. Ведь он этого, конечно, заслуживается». Коллектив телерадиообещательной компании тоже присоединился к акции. Главная народная новогодняя столица России будет определена 30 декабря. Все в наших руках. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Модные прически, мамина косметика, макияж. В Ненецком округе прошел конкурс «Маленькая мисс нау-2020». О том, как готовились к мероприятию юные леди, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Взмах кисти и маленькие участницы конкурса перевоплощаются в «Принцесс». Елене Голубковой всего семь, но малышка уже усвоила азы модельной походки. Подготовка к конкурсу была сложная, особенно к творческому этапу. «Мы с мамой очень долго репетировали этот номер, чтобы я не забыла ничего. И сейчас мы будем репетировать, чтобы я… Потому что мы будем менять одно движение. Не только танцами юные участницы покоряли жюри. Валерия Бородина подготовила стих, который, по ее словам, полностью описывает жизненную позицию девочки. «Не запрещай себе летать, не вспоминай, что ты не птица, Ты не из тех, кому разбиться, гораздо легче, чем восстать». «О том, что нельзя себе запрещать мечтать, нельзя себе запрещать что-то делать, Не нужно себя держать в чем-то, лучше себя открывать и висеться». В каждой возрастной категории три выхода – дефиле, хореографический номер, А также индивидуальные разнообразные номера. «Я буду танцевать хип-хоп». «Я буду показывать свои йогу и стих». «Сегодня на экране будет показываться так, что я буду делать новогоднюю игрушку». «Хочу показать, какая самая красивая». «Я расскажу стихотворение. Александр Сергеевич Пушкин из романа Евгения Невина». На конкурс заявилось более 50 участниц, однако после кастинга в финал прошла 31 юная леди. Организаторы конкурса признаются, за две недели подготовки девочки провели колоссальную работу. «Конкурс, прежде всего, нацелен на то, чтобы дети раскрепостились. Настолько дети у нас талантливые, настолько они умные, они настолько восприимчивые, просто они умнички. Поэтому они раскрепощаются, показывают себя и чувствуют себя комфортно в дальнейшем на сцене и вообще по жизни». Все участницы конкурса получили подарки – сертификаты от спонсоров. Маленькими мисс Наринмара стали Полина Колупаева, Вероника Чебан, Карина Карманова и Анжели Корочева. Победительница каждой возрастной категории представит наш округ на всероссийском конкурсе «Мисс Маленькая Россия», который будет проходить в 2021 году в Сочи. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Вечером 31 декабря на нашем телеканале зрители смогут увидеть новогодний фильм «Дворца культуры Арктика. Обыкновенная история» или «Чудеса рядом». Это фильм о том, как в современных реалиях запрета даже на такое событие, как новогоднее гуляние, люди все равно стремятся к настоящему празднику. Съемочный процесс занял порядка двух месяцев. Использовали сложные локации, а сами съемки проходили в любую погоду. Самое сложное, вот, пожалуйста, каждый день, каждый съемочный день – это самое сложное. Просто этим, ну, никто не занимался в таких объемах, ну, здесь, не знаю. А сейчас этого много, и это быстро, и еще и качественно, ну, в надежде на качество. Вот. Поэтому это все очень тяжело, начиная с, там, какой-то предварительной логистики, организации и уже самого действия в кадре, технических вопросов. Вот тот же свет. Сейчас минут 10-20 только свет вставляем. Вот в такую погоду. Это здорово. В фильме зрители смогут увидеть представителей любимых коллективов Дворца культуры Арктика, знакомые места и лица, и окунуться в сказочную атмосферу новогоднего Нарьенмара. Идея принадлежит Константину Тарасенко, который пришел в культуру чуть меньше четырех месяцев назад. Да ну, просто с ума сойти, на самом деле. Это много, это очень много, очень тяжело. И ты вынужден, конечно, постараться быть пластичным, постоянно думать, что-то на ходу соображать. Ну, сложно, правда. Неожиданно. Тяжело. Но оно того стоит. О точном времени трансляции новогоднего фильма «Обычная история или чудеса ряда» мы расскажем в ближайших выпусках новостей. До Нового года осталось всего 8 дней. В преддверии волшебного праздника мы продолжаем наш проект «Новогодние странички». В наших выпусках новостей каждый зритель сможет открыть для себя интересные факты об истории и традициях зимнего праздника. Сегодня же мы расскажем, как красиво и недорого оформить праздничный стол. И какие блюда нужно выбрать, чтобы угодить символу года – белому металлическому буку. За полезными советами в один из местных ресторанов отправилась Любовь Пермякова. Шеф-повар одного из местных ресторанов Дмитрий Белыш готовит праздничные блюда. В это время его коллеги занимаются сервировкой. Даже салфетки на новогоднем столе должны выглядеть красиво. В зависимости от формы и размера стола можно выбрать декоративный элемент, который станет центром композиции. Для круглого стола подойдет венок со свечами или букет цветов в низкой вазе. На прямоугольном столе будет хорошо смотреться продолговатая хвойная гирлянда. По словам сотрудников ресторана, не стоит забывать и о свечах, по праву считающихся одним из главных украшений праздничного стола. Мерцание пламени создаст уютную и сказочную атмосферу. Когда наряд для стола готов, выносят блюда. Это салат из запеченных овощей, это салат из курицы с беконом и соусом песто. Значит, так как у нас год стального быка белого, то есть говядина, то в этом году, ну не то чтобы прям нежелательно, но лучше воздержаться от говядины на столе новогоднем непосредственно. Приготовить такие салаты в домашних условиях, по словам Дмитрия Белыша, очень просто. В духовке запекаются нарезные овощи, заправляется аджикой, выкладывается это все на листья салата и добавляется соус. Ну а если вы хотите удивить гостей и преподнести традиционное блюдо необычно, вот вам еще один совет. Дабы избежать на новогоднем столе стандартной банальщины, селедка под шубой, как естественно, да, оливье, чтобы это было как-то немного интереснее, вот предлагаю вот такой вариант подачи. Это, в общем-то, и есть этот салат, но мы здесь заменили селедку красной рыбой, в данном случае это семья, ну можно горбуша, если бюджет не позволяет. Вот, любая красная рыба, в общем-то. И вот такая вот интересная подача, это даже проще, чем его собирать на одном блюде и смотрится очень даже неплохо. Такое знакомое с детства нам блюдо можно украсить долькой лайма. Кстати, праздничную сервировку можно дополнить именными рассадочными карточками в красивых держателях или бонбоньерками с небольшим сюрпризом для каждого гостя. Самое важное, что должно быть за новогодним столом, это семья. Чтобы рядом сидели близкие люди, которые займут пустые места, наполнят пустые бокалы и вместе проведут этот Новый год в кругу семьи. Любовь Пермякова, Антон Водряков, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...